Каждая победа по-своему ценна, но когда она добыта в непростом бою, по ходу которого одному из бойцов пришлось удержать атаки соперника и совершить зрелищный камбэк, это придает ей в глазах зрителей двойную ценность. На ваших экранах вновь 2001 год, и турнир М1 России против всего мира под номером 2. В десятиугольник выходит мощный грэпплер, двукратный чемпион Бразилии по валютуду, вице-чемпион мира по джиу-джитсу Марселло Виэйна. А за сборную России выступает Стас Нучин, чемпион мира по боям без правил, мастер спорта по самбо, мастер спорта по рукопашному бою. Зрители нашего канала хорошо знают ударную силу Станислава Ивановича по видео, где он за 20 секунд вырубил легендарного Яна Фримена, но на этот раз ему противостоял мощный и техничный борец. Друзья, как вы уже заметили, турнир М1 богатый на самые невероятные сходы, зрелищные поединки и жесткие нокауты. Мы собрали для вас лучшие бои в нашей 23-летней истории, и каждый день публикуем новое видео. Поэтому, чтобы не пропустить очередной шедевр из мира ММА, обязательно подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы быть в курсе всех обновлений. М1 Global presents the history of M.M.A. Ну что ж, посмотрим. Ну вот, по действиям бразильца можно сказать, что он сразу пытается выполнить то, что умеет лучше всего. То есть, насколько мне известно, бразильский боец в основном только борется. Его дисциплина – чистая борьба. И он очень конкретно начинает поединок. То есть, надо сказать, что Станиславу Нущику достался самый конкретный, очень сильный и самый конкретный бразильец. Он не пытается ввязываться в обмен ударами, а сразу стремится к захвату и переведению боя в партер. То есть, во что бы то ни стало он пытается перевести бой в партер. Может быть, конечно, сыграло определенную роль то, что его коллеги и земляки, которые пытались выходить на обмен ударами с нашими бойцами, все терпели поражение. Но, судя по тому, с какой настойчивостью и с какой скоростью бразильца атаковал Станислава, я вижу то, что это заранее подготовленное действие. То есть, наверняка, бразильский боец неоднократно одерживал победы именно таким натиском, который он сейчас продемонстрировал в начале боя со Станиславом. Невыгодная позиция у Станислава Нущика на данный момент. Бразилец находится сверху и наносит удары руками по корпусу, что заставляет опускать руки. И вот сейчас вы видите, к чему привело, что Станислав пропустил на позицию верхом бразильца, но тот не сумел удержаться. И сам оказался в невыгодной для себя позиции и пропускает очень много ударов в голову. А у Стаса удара очень тяжелые. И вы могли видеть нокаутирующие удары в титульном бою за звание чемпиона мира с английским бойцом Яном Фрименом. Станислав за несколько секунд нокаутировал своего соперника тогда. И сейчас бразильцу приходится очень тяжело выдерживать такие серии мощных ударов в голову. Но Стас тогда весил под 100 кг. Сейчас он похудел значительно. Сейчас он весит 95 кг. Бразильец пытался опустить голову Станислава для того, чтобы ударить коленом. Он чувствует, что его соперник очень серьезно подготовлен в борцовской дисциплине, и поэтому ничего не получается у него. И потом, вот я небольшой такой секрет Станислава раскрою, он, готовясь к боям, отрабатывал очень много круговых движений. И в начале боя, вот если вы внимательно посмотрите потом повторы, или посмотрите бой снова, увидите, как бразильец, бросаясь вперед, буквально, да, в ноги, буквально-таки промахивался мимо цели, и один раз очень серьезно влетел головой в сетку. Я думаю, что если бы он попал головой в стойку, то бой бы мог быть и прекращен. Да, невзирая на то, что у стойки мягкое ограждение, я думаю, что мог бы, в общем-то, привести такой бросок в ноги, мог бы привести его к травме. Сейчас Станислав выжидает, сохраняя силы, заставляя соперника работать первым номером, то есть быть постоянным в движении. Сам восстанавливает дыхание и выжидает момента для ошибки своего соперника. Вот сейчас он вышел на оперативный простор и начинает преследовать только одну цель. Это голова своего соперника. И вот удары, видно, как встряхивали голову бразильца, и это нокаут. Тяжелый поединок. И сколько радости у зрителей. В общем, надо отдать должное бразильцу. Очень серьезный, очень серьезный боец. Не боец, точнее говоря, а борец. Ну и боец, я думаю, тоже. Ну что ж, в активе у Стаса Ночика еще одна победа. И еще хочу сказать о том, что бразильская команда потерпела, полностью потерпела поражение во всем своем составе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok